и вот я снова с вами прошло две недели с того момента как я в прошлый раз ковырял вот этот частичек земли вот она немножко подсохла здесь было болото вяз мотоблок и вообще не хотел ничего делать вот я снова вернулся сюда потому что сейчас немножко вода ушла за мной и появилась возможность там чего-то теперь делать вот здесь вот да сейчас конец мая какое сегодня число там 20 как какое-то там по счету 23 наверно или 24 не знаю посмотрите на календаре но в общем сейчас буду продолжать ну и вы смотрите что я делаю все друзья хорошего просмотра погнали дальше ягушка земляная вот она такая вот хорошо хоть не повредила ее мотоблоком отпущу пускай в речке купается широкими полями едет мотоблок вот так вот покультивировал по спаханному сегодня мотоблок да и папа где по суше уже ехал так уже легко не прыгала не дергала его и так далее хотя перепахана тоже так не очень хорошо но что хотеть от целины он сколько кореньев на земле все это потом придется с этим бороться чтобы это сорняк не выходил но пока она перепахана трава закопана пока будет нормально настало время сагрегатировать мотоблок сиелка для картохи сиелка обыкновенная она в принципе от китайского мотоблока цепляется очень легко в принципе на китайский мотоблок точно так же легко цепляется просто она универсальная подходит и туда и сюда но вот чтобы она вот так вот не кивалась у меня у меня есть тут заготовки такие вот штукенции здесь фиксаторы просто заколхоженные железяки фиксируют крепко мощно так все выглядит поближе ну и пойдем картошечку сажать опять-таки здесь на этом маленьком участке она бесполезно сражать вот так вот как я сейчас делаю тут разогнаться некогда и негде а вот на большом участке очень сильно спасает и вот она сиелка посадочный материал просто сыпаю в бункер и вот это вот будем сеять она как бы уже такая не сильно хорошая вот сейчас подгоню по ленте и и поближе что сразу заход и пошла в посадку ну вот и погнали так так надо смотреть чтобы брал на по одной потому что когда картошин и миксер мелкие оно может брать по две штуки вот так вот она сажает вот такое расстояние между картофелинами вот так вот она садит в принципе кроме самых крайних да и то если тут не такой короткий участок получалось бы все в автомате делать вот борозна готовая ставлю мотоблок борозну как можно ближе здесь потому что иначе она ровно 60 сантиметров сделает включая блокировку и погнали первая передача казалось бы очень медленно но это не руками когда обычно с женой вдвоем сажаем она идет просто сбрасывает картошинки а я просто руковожу мотоблоком тогда мы едем быстрее все два ряда посажено это край когда вытягиваешь она может сбрасывать так там будет везде по одной картошинке первая передача никто никуда не спешит холостой ход снова блокировка погнали широкими полями едет мотоблок и картофель сеет он вперед с нарядом борозда к борозде едет красный трактор саня ни при чем ну и все последние две бульбины а фишка в чем что здесь еще в ленте есть картошка снимаем блокировку что можно было развернуться легко и здесь не надо это картошина вот посадка картошки завершена получилось двумя сортами раз два три четыре четыре ряда с чем но четвертый ряд не полный тоже двумя сортами и последний ряд не полный то есть три ряда с копеечками вот посажена моментально в принципе так и целились а здесь жена еще хочет что-нибудь какую-нибудь теклу посадить у нее там она рассада есть так что все получилось все здорово все замечательно вот такая она посадка картошки под селку в принципе под селку можно картошку садить сотками вот вообще никаких вопросов целину разрабатывать конечно тяжело вот мотоблоком любую целину тут вот когда вот здесь там от разрабатывали свое время пытались сажать так там и трактор за корень и цеплялся буксовал большой полноценный беларусь вот так что на вот это вот для мотоблока то что довольно трудно шло это нормальное явление любым мотоблоком целину колыпать тяжко ну а так вот быстро вообще не занимает времени посадка картошки на готовое а вы друзья кто досмотрел до этого момента не забывайте ставить лайки этому видео не забывайте подписываться вот смотрите как я веду свое сельское хозяйство смотрю как смотрите как я живу дома тут вот в деревне вот на мои красоты вокруг вот все вот это вот за мной можно при желании использовать засеивать просто оно не нужно вот здесь вот участки для лпх вот там вот люди уже посеяли чего-то там это мы только сюда доехали вот на этой вот земле предстоит сейчас посадить картоху много не будем не надо много рядков 5 нарежем но это тот самый случай когда можно показать как это работает на площадях насколько это удобно не удобно и широкими полями едет мотоблок культиватор тянет он ряд за рядом борозда к борозде едет красный трактор саня не причем вот такую полосочку земли расковырял в принципе это немного но много нам и не надо вот здесь вот на той земле к также как и здесь прошлогодняя мульча лежит вот я еще перебил культиватором она теперь где-то там внутри внизу под землей так что будем сейчас сеять два ряда уже посадил картохи вот первый ряд еще такой кривенький а второй же поравней сравнялся немножко там ошибся картоху сажаем режем картоху потому что ну выбираем самую лучшую самую красивую и режем чтобы было больше посадочного материала экономика должна быть экономной вот тут вот кучки жена сортирует сидит вот и сейчас вот лучше посадим остальное будем сами кушать птицам с кормим везде лезут и нос и лук и лук тут вообще-то вот такое поле у нас получилось женой сказать что удалось легко нет нелегко мошки заколопали так что просто ужас вот а так в принципе красота и воду сбережет и удобрение будет и меньше травы будет а на сегодня всем пока-пока мошки и а до 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 Продолжение следует...